В последнее время российские соцсети буквально сочат с пессимизмом и безнадёгой преобладают настроение, что в России нет будущего, что здесь никогда ничего хорошего не будет. И мне кажется, что это происходит от того, что люди просто не видят того потрясающего, вдохновляющего процесса, который идёт сейчас в современной России. Я имею в виду взрывообразный рост гражданских инициатив, инициативных групп. Десять лет назад, когда я только начинала защищать Химкинский лес и пыталась найти какие-то примеры гражданской активности, каких-то людей, которые, может быть, пытаются на территории Российской Федерации защищать свои права, это было абсолютно невозможно, не было никого. И теперь, если вы откроете карту социально-экологического портала Активатика.орг, то вы увидите десятки точек от Москвы до самых до окраин. И каждая из этих точек – это та или иная социальная или экологическая, или какая-то иная инициатива, когда люди взяли себя в руки и борются за свои права. Почему в России не замечают этого тренда? Почему в России не видят того, как растёт гражданское общество? Мне кажется, ответ очень простой. Дело в том, что в России, к сожалению, нету независимых медиа. В России есть пропаганда, а пропаганда вспоминает об активистах только в одном случае, когда их надо оклеветать. И в этом, конечно, нам очень помогает интернет, который всё-таки даёт голос гражданским движениям. Ещё один момент, почему этот тренд не так виден – это его новизна. Дело в том, что вот рост гражданских инициатив начался сравнительно недавно. И для нас все эти движения – дальнобойщики, дольщики, сунские партизаны или, например, борцы с хреновацией Собянина – для нас все эти движения, они очень разные. И мы не понимаем, что у них у всех одна природа. Потому что если мы начнём приглядываться, каждое из этих движений вроде как имеет совершенно разные цели и задачи. Ну, дальнобойщики борются против системы Платон жульнической, которую адаптируют для ротенбергов. Люди, которые борются с соревновацией, борются за свою родную частную собственность. Сунские партизаны там жили в лесу зимой для того, чтобы защитить свой родной любимый бор и так далее. Но то, что роднит все эти движения – это способность людей самоорганизоваться. Вот это ключевое, то, что есть в каждом из этих движений. Причём это могут быть разные совершенно люди, разного возраста, разного вероисповедания, пола, веса и ориентации. Но вот эта ключевая способность к самоорганизации – это то важное, что есть в движениях, в гражданских инициативах современной России. И это фантастическая особенность. И раньше, во времена Советского Союза, к сожалению, этого не было вообще. Почему? Не потому, что российский народ какой-то инакий, чем какой-то европейский народ, чем американцы, например, те же самые. Не потому, что мы чем-то хуже. А всё очень просто. Дело в том, что у нас была самая настоящая трагедия в нашей истории. Это произошло сто лет назад, когда к власти в нашей стране пришли люди, которые сами себя называли красный террор. Многие из них имели криминальное прошлое, я имею в виду Сталина. И вот представьте себе, что на одной шестой части суши к власти приходят самые настоящие террористы – ИГИЛ. Что происходит? Что произошло в нашей с вами истории? Массовые расстрелы, массовые репрессии. И как следствие всего этого изменения поведения людей. Люди становятся пассивными. Люди боятся выражать открыто своё мнение. И уж упаси боже, что-то организовать для защиты своих собственных прав. Когда ситуация начала меняться? Ну вот как ни удивительно, это началось с трагедии, с катастрофы. В 2010 году, я напомню, это был год самой настоящей экологической катастрофы, это был год ужасных лесных пожаров. Помните, что Москву заволокло дымом, дышать было просто нечем. У людей сгорали дома, они задыхались. И единственное, что сделала власть, это спокойно самоустранилось от этой проблемы. Людям осталось только одно – или дальше задыхаться и гореть, или взять себя в руки и начать самостоятельно тушить пожары. Что они сделали. И вот 2010 год – взрывообразный рост волонтёрских движений. Собственно говоря, в том же самом 2010 году, в августе, мы организовали очень большой митинг в защиту Химкинского леса. Это митинг, который прошёл на Пушкинской площади и собрал на тот момент какую-то совершенно огромную цифру. 5 тысяч человек мы собрали. Почему? Ну, потому что люди ответили на вот этот абсурд, на уничтожение леса, лёгких Москвы в момент жесточайшего смога и лесных пожаров. Власти испугались. Ровно на следующий день президент России, на тот момент это был Медведев, выступил и приостановил проект. Это была победа гражданского общества. Потому что до этого момента люди не верили в свои силы. Они не верили, что до российской власти возможно достучаться. И ровно на следующий день после того, как Медведев сказал, что он приостанавливает проект, потому что слишком большие протесты, люди поняли, мы можем, от нас что-то зависит. Это была очень важная веха в восстановлении гражданского общества России. И теперь, если вы посмотрите, опять же, на карту портала «Активать.корг», вы увидите массу этих движений. Сотни инициативных групп по всей России. Почему это происходит? Кому мы должны сказать спасибо за такой рост гражданской активности? Мне кажется, что должны мы сказать спасибо мудрой политике путинского режима. Почему? Потому что после их манипуляции с Крымом и с Украиной цены на нефть начали резко снижаться. И российская власть, которая привыкла кушать хорошо, решила залезть в карман граждан для того, чтобы все-таки заделать вот эту вот дыру в своих карманах. И тут начали появляться всевозможные проекты. Вот, например, такой проект, как Платон, когда была организована специальная система Платон для того, чтобы изымать деньги из дальнобойщиков в интересах беднеющих ротенбергов. В ответ на эту систему было организовано движение дальнобойщиков, которые впервые с 1917 года организовали всероссийскую стачку. И власть получила такую хорошую ответку на свою вот эту вот жадную инициативу. И в том числе восстали регионы, что было совершенно неожиданно. Например, Дагестан показал себя в этой борьбе очень красиво, очень ярко. Вообще было очень неожиданно от региона, который всегда голосовал как надо, увидеть такую активность. Другой пример – это то, что мы видим в настоящий момент, это отъем, конфискация собственности у москвичей. Зачем? Ну, для того, чтобы построить на месте пятиэтажки, имею в виду, естественно, реновацию, под видом реновации, такие огромные человейники, и, опять же, накачать деньгами беднеющий стройкомплекс. Ответ, как вы знаете, тоже не замедлил себя ждать. Вот в настоящий момент набирает силу движения, продолжает набирать силу движения против реновации. И людей, которые научились подавать иски, которые научились ходить на митинги, в Москве становится все больше. Еще один пример вот такой вот гражданской активности вы можете увидеть и в регионе. Я приведу пример сунских партизан. Дело в том, что это не совсем обычная активность. Всегда считают, что активист – это человек обычно или молодой, или среднего возраста, то есть там или 25, или 35-40, но уж явно не пенсионер. Но вот на самом деле в нашей стране власти смогли достучаться и до самых-самых зрелых граждан. Дело в том, что сунские партизаны, они боролись против инициативы местных властей, местного бизнеса уничтожить сунской бор ради добычи песка для того самого несчастного стройкомплекса. И вот представьте себе, что люди по 85 лет жили в лесу и добились отмены данного проекта. Почему я считаю, что все эти гражданские инициативы так важны? Почему я считаю, что это и есть самая настоящая надежда России? У меня три ответа на этот вопрос. Прежде всего. Потому что гражданские движения меняют сознание людей. Человек, который побывал активистом, понимает, зачем ему нужны честные выборы, зачем ему нужны справедливые суды, зачем ему нужна нормальная полиция. Спорой у такого человека появляется запрос на демократические нормальные институции. То, что связано с первым пунктом. То есть такой человек, он из обычного человека становится гражданином. И такой человек уже сам идет на местные выборы, потому что он понимает, как важна сменяемость власти для решения его конкретного, может быть, маленького, но для него важного вопроса. Ну и третий, последний момент. Это то, что, как показывает мировая практика, в случае падения, деградации режима, любой режим не вечен, и путинский режим не исключение, именно вот такие гражданские движения, инициативы являются той самой страховочной сеткой, на которой падает обрушившееся государство. И, собственно говоря, благодаря вот этим вот самым гражданским активистам в стране появляются люди, которые могут организовывать новое нормальное демократическое государство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова